Минские книга-сховищи заводят аккаунты УКонтакте, Фейсбуку, Инстаграме. Популярные социальные сетки допомагают библиотекам быть ближее до читачоу и заставаться за потребованными. На электронных сторонках публикуются анонсы книжных выстав, литературных вечеров и термины новых друкованных поступлений. То, что в библиотеках это не просто выдача книг, переконалась Александра Драгун. Литературные викторыны с встречой с письменниками и с поборницей на самый бездакорный диктант. Тим майстер-классы однородных умельцев. У восьмую библиотеку юные читачи приходят не только по новую книгу. Мы уже давно вышли за рамки стандартной деятельности библиотек. Мы активно пропагандируем чтение через всевозможные конкурсы, акции, игры, соревнования. Ну, понятное дело, с призами для победителей. У нас начался кружок по квиленку. Дети, девчонки, близлежащие 21-й школы, приходят на кружок и делают. Вот мы начали делать подарки для мам к 8 марта. Некольки месяцев тому восьмую библиотеку открыли после капитального ремонта. Читальную залу и стеллажи обонимента зарабили больше сручными для детей. Помешкание обсталивали компьютерами за выходом интернет. И завели аккаунты библиотеки у социальных сетках. Многие организации работают в социальных сетях, продвигают свои товары, услуги. И детские библиотеки не остались в стороне от этого процесса. У нас тут 18 библиотек, и почти каждая зарегистрирована в социальной сети. Центральная детская библиотека имени Островского зарегистрировалась в Инстаграме. И у нас уже более 400 подписчиков, которые с интересом узнают о новостях библиотеки, о новых книгах, которые поступили в библиотеку, о встречах с писателями, с интересными людьми. И с удовольствием следят за жизнью библиотечного хомячка Лили. Кроме новин про соцсетки можно продолжить книгу обонименте. Доведаться отец, изъявилась я ей другая частка, або забронировать некольки тому. Мобильными послугами давно корыстаются як юные, так и дорослые читачи. Идет непосредственно контакт с читателем, который к нам приходит в дальнейшем в библиотеку уже для получения той либо иной информации. В наших аккаунтах мы размещаем информацию о мероприятиях, анонсы, афиши, также какие-то интересные статьи, либо книги, подборка книг. Книголюбы знудут на электронных сторонках и блогах своих библиотек. Анонсы будущих литературных вечеров, просвеченных юбилеем наших письменников. Максима Богдановича, Кондрата Крапивын, тетки Ивана Мележа. Важно не только что читать, а и в каких умовах. Тому у дитячих библиотеках великую увагу надают интерьеру. Старейший и молодший абонемент размежевывают колерами. Захопляльные книгой пропонуют разместиться на мягких креслах, где доведаться об культуре у заходящего солнца, про экскурсию. Это особливость пятой библиотеки. Тут есть куток малой Японии. Каждое воскресенье мы занимаемся японским шахматой, шоги называется. И еще у нас занятия японского языка тоже воскресенье. Сегодня у столицы 43 библиотеки. Летось электронные сторонки книжных сховища наведали амаль 70 тысяч читачоу. Хэта у три раза и перевышая показчик 2014-го. Наведали ж библиотеки у минулым годзе каля двух миллионов разов. Александра Драгун и Александр Берецкий. Агентство Телиновин.